Субтитры сделал DimaTorzok Собственно в этом видео я вам расскажу, покажу и думаю каждый из вас вынесет что-то интересное для себя из этого рассказа Ну естественно это будет интересно тем, кто обладает такой колодой Ну а тем, кто не обладает, я думаю появится желание ее прикупить Так, давайте смотреть Итак друзья, давайте значит разберем, посмотрим как выглядит наша колода Значит Bicycle Outlaw выполнена колода, значит сама коробочка в черно-белых цветах То есть никаких дополнительных цветов здесь нету На фронтальной стороне мы видим надпись Bicycle, ну классическая надпись, такая полукругом Далее три буквы X, одна из которых побольше в середине Луна, на которой изображена пиковая масть и два старинных кремниевых пистолета Далее что еще есть, надпись Outlaw То есть кто не в курсе, Outlaw переводится как Лицо вне закона, изгой, преступник И 1914, то есть это эпоха тех годов Когда вот гоняли наверное с такими вот пистолетами еще Итак, далее что мы значит посмотрим с вами На задней стороне коробки у нас нарисовано Изображение, которое нанесено на рубашку каждой карты Ну это мы сейчас будем отдельно разбирать, смотреть Далее значит сбоку надпись United States Playing Card Company То есть это карточная компания известная, которая выпускает эти карты Далее, на другой стороне написано Air Cushion Finish Modern USA Ну сделано в Америке Air Cushion Finish это то, что Каждая карта является покрыта вот этим вот специальным Покрытием, которое мы называем типа как полупластик Да, вот в простонародье На самом деле это многослойный картон с пластиковым покрытием Вот это покрытие, оно как бы и называется Air Cushion Finish То есть за счет чего карты скользят То есть кто помнит новые Bicycle, когда покупаешь Можно положить их на стол, да, и они начнут чуть ли не разъезжаться Это вот за счет вот этого покрытия Итак Ну и здесь указан покер, то что размер покерный Ладно Эта колода у меня уже больше года Пользуюсь я ей в основном редко Когда снимаю только что-то Так вот я ее с собой практически нигде не таскаю Поэтому она у меня хорошо сохранилась То есть что входит в комплект В комплект у нас входит карта с пустым лицом И карта с двойной рубашкой Вся колода карт состоит из 54 карт То есть классические карты, набор Плюс 52 карты, плюс 2 Джокера Ну как это обычно бывает То есть меняют в основном Джокеров и Пиковых Тузов Сейчас мы вам продемонстрируем Джокеров И Пикового Туза Остальные карты Вот в картинке я имею ввиду Выполнены стандартно Это классические изображения карт Еще которые были выпущены Там по-моему около сотни лет назад Был придуман впервые вот это дело А в конце 19 века был придуман Вот это вот классическое изображение карт Вот именно такая дама была нарисована В конце 19 века и до сих пор компания Байсикл использует такие изображения Ну есть конечно колоды где они меняют лица Там меняют как-то изображение Но классика это вот именно вот это Ладно Про рубашку мы сейчас отдельно поговорим Значит два Джокера у нас есть в колоде Такие вот очень интересные Джокеры Которые выполнены такие в виде шутов Вот один из них держит значит пистолеты А другой держит пистолет и бубновую тройку То есть это можно делать какие-то фокусы К примеру смотри Берете бубновую тройку Прячете в колоду Доставите к примеру Джокера И вот он там твою карту поймал Далее Пиковый туз Что на нем изображено Значит на нем изображено то что мы видели с вами на коробке То есть вот эта вот луна На ней изображена пиковая масть И два пистолета То есть то же самое мы видим вот на этой карте И также надпись Outlaw 1914 Итак Теперь давайте посмотрим на рубашку Что у нас есть на рубашке То есть на рубашке мы видим также 3х 3х В середине у нас луна Луна должен заметить сделана очень интересно На ней изображена такая вот маркировочка То есть не знаю видно не видно Но в общем вот с одной стороны есть сильное затемнение С другой стороны луны есть расплывчатые затемнения Это служит своеобразным маркером К примеру если вы разложите карты на стол Вот таким вот образом То есть у меня сейчас все крупные затемнения идут слева Слева, слева Попросите зрителя перевернуть допустим карту одну Да он вот так Вы отвернетесь и он одну перевернет То вы без труда определите какую карту он перевернул За счет вот этих вот затемнений на луне Итак ладно Давайте дальше разбирать нашу рубашку Что еще есть на этой рубашке На этой рубашке также мы видим скрещенные пистолеты уже Розы Карты розы И по краям такие вот изображения То же самое изображение что и на пиковом тузе Но только без пиковой масти здесь Также пистолеты, луна вот эта И такие вот ветви каких-то деревьев Когда я читал об этой колоде То написано что создатели черпали вдохновение Из стихотворения Киплинга The Outlaws То есть из Гои Я думал, думаю, думаю Почему они черпали вдохновение отсюда Как это может быть связано Оказывается вот здесь вот на карте Идут строки На английском вот из этого стиха Из этого стихотворения То есть если вы присмотритесь То вот эта вот первая строчка Она начинается как раз Это первое четверостищее И вторая строка первого четверостищия То есть вот They said Themselves to find Fresh terrors Или terrors And under meat of fares Вот To keep open mankind Кажется правильно И так вот это значит Стихотворение идет И вот последняя строка Это первая строка Третьего четверостищия Если мы перевернем То здесь все то же самое То есть можете найти стихотворение Редиара Киплинга Которое называется The Outlaws Вот И посмотреть Ну хотя можете не искать Я вам ссылку в описании На это стихотворение оставлю Там несколько стихотворений Киплинга И там примерно посередине Вы найдете вот это вот The Outlaws Итак Переводится значит Это стихотворение Как Ну начальные вот эти строки Которые здесь написаны За темные делишки За то о чем молчок За хитрые мыслишки Что нам пошли не впрок Мишенью нас избрали Параграфы статей И поманили Дали свободу и своей Нет Нас не провожали Не плакали во след Мы смылись Мы бежали Мы заметали след И так далее И так далее И так далее Весь стих вы прочитаете Значит на сайте Так что Про рубашку я вроде все сказал То есть отличительные карты Значит Два Джокера Туз Сами изображения карт У нас классические Никаких таких дополнений Здесь нет Вот единственное Что я не перепроверил По поводу этой колоды Так это вот эти вот Надписи Которые Идут на пиковом тузе Где вот здесь надписи Алтлал 1914 И здесь вот Идут еще какие-то строки Но я так подозреваю Что это тоже Из стихотворения Киплинга Карты сами по себе Хорошие То есть Работать с ними приятно Работаю я ими уже Больше года Использую в основном Для съемок Так что не жалуюсь Они у меня еще В хорошем состоянии Таскать куда попало Я их не хочу Поэтому друзья Если Вам они понравились Если вы располагаете Средствами Потому что они Стоят в принципе Не как стандарт Подороже Но Тем не менее Карты отличные Я вам очень рекомендую Такие себе купить В этом видео Внизу В описании Я оставлю Несколько ссылок На хорошие магазины Где вы можете Купить колоду Bicycle Outlaw Ну что ж Друзья Я надеюсь Что мой рассказ Был для вас интересен Потому что я постарался Подыскал кое-какую информацию Проанализировал С тем же стихотворением Посмотрел Так что если вы Мучаетесь Выбирайте Какую колоду Вам купить И все таки Подумываете Об Outlaw То я вам советую Ее взять Потому что Карты реально Классные И что ж На связи С вами был Куликов Сергей Он же Моряк И до встречи В следующих Видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok